Новый влог из Грузии! Здесь просто невероятный вид, красивый! Посмотри, какой вид он, как great, давай! Мы прилетели позавчера. Самое главное, что влог с Грузии начался. Я очень рада, что я взяла камеру в руки, потому что, знаете ли, меня, когда я приезжаю в Грузию, это, наверное, единственное место, скажем так, за границей, да, для меня, где я... Торёш! Где я хочу просто наслаждаться тем, что я здесь, потому что это моя вторая родина, понимаешь? Ну, мне тут хорошо. Вот, ещё сегодня возьмём фотоаппарат, потому что хочу уже начать фоткаться. Очень этого жду. Очень нравится этот оттенок волос. Он такой, знаете, холодный. Мама говорит, что мне не идёт холодный, а мне так нравится. Видите, такая полоса рыжая. Это не плохо меня покрасили, это у меня раньше тут был чёрный, и он не смылся, поэтому я уже много раз рассказывала, для тех, кто не в курсе. У меня есть видео на канале, в котором я рассказываю, что я с собой делала и всякая такая фигня. А ещё у меня капсулы слезают, и сейчас на ваших глазах я сниму себе одну капсулу. Ой, это не она. Ну, где она? Какой же топик мне надеть, а? Вот. Ничего необычного, просто капсулу сняла. Встретились мы с дедушкой, съездили, купили утюг, заехали, купили билеты в Москву на самолёт, а сейчас мы пришли в ресторан покушать, а потом куда-то поедем. Да, дедурь? В Кабулете поедем. Да, потом мы поедем в Кабулете к дедушкиным друзьям. Что, дедурь, я сама поеду за рулём? Конечно. Знаете, ты говоришь, что ты старый человек. Мы заказали салатика, такую большую порцию на троих, сыр с лугуни, хлеб и шоклаваш, мой любимый. Всё, мы покушали. Не помню, показала я вам или нет, я просто уже иногда путаюсь, когда снимаю миллионы и в сторис, и влоги, я забываю, что я где показала, а что нет. Наш новый день. Сегодня суббота, 18 мая, и сегодня, во-первых, Евровидение финал, который мы, конечно же, будем смотреть. Будем голосовать за Россию, просто потому, что мы любим свою страну, а не потому, что мы в восторге от того, кто представляет Россию. Я люблю Лазарева, очень люблю. Он реально крутой, обожаю. Всё детство его слушаю, и вообще, респект. Но я вас жду, когда-нибудь вдруг произойдёт такой момент, что в России будет конкурс, кастинг, и молодые ребята смогут поучаствовать в Евровидении, как это происходит в других странах. Но давайте опустим эти моменты, пофиг. Я уже поняла, что как бы это не так работает, знаю, но хотелось бы. Сегодня мы проснулись, накрасилась я. Сейчас мы должны поехать за моим дедушкой в Кабулете, потому что вчера мы уехали на его машине. Это было восхитительно. Ехать одному по Грузии было реально круто. Прежде чем мы поедем за дедушкой, мы, наверное, зайдём покушаем в мой любимый ресторан Порто-Франко здесь, в Батуми. Там самые вкусные хачапури, это по моему мнению. Я всегда их там заказываю, сугуни там беру. Ну, в общем, вы знаете, мой любимый набор грузинский. Сегодня мы планируем поехать наверх, подняться в горы. Там какая-то старая церковь, троицкая вроде есть, если я не ошибаюсь. В общем, хотим туда съездить, посмотреть. Батуми замечательный город. Вот реально мой любимый город. В Грузии, наверное, потому что здесь прям отдых. Кто смотрит мой инстаграм, я там недавно делала пост о вождении, о культуре, вождении в Грузии. Это просто что-то с чем-то. Но, насколько я понимаю, так не везде, так только в Батуми, в Кабулете. Вероятно, в Табилиси не так. Так как я там не была, но я уверена, что в Табилиси более нормально всё с правилами, и люди не пересекают двойную сплошную, и не едут навстречу. Поэтому, ну, дай бог, да? Едем мы в Порто-Франко. Ну, короче, что я могу сказать по поводу... Да помолчили? По поводу того, что я вожу в Грузии. Сейчас уже не так страшно, но первый день было очень страшно. И, конечно, из-за того, что половина людей здесь реально не соблюдает правила, которые в Москве мы все знаем. Ну, типа не пересекать двойную сплошную. Да? Такие, ну, обычные лёгкие правила. Здесь они как бы не действуют, как будто бы... И это пугает, потому что я-то знаю правила, я знаю, как я должна ехать. А вот другие люди не обращают на это внимания и едут как хотят. Ребята, вы представляете, я тут припарковалась так клёво, хотя у дедушки такая большая машина по сравнению с моей. Было очень сложно. Если вдруг у тебя парень-музыкант, ты идёшь где-то по улице, гуляешь, и вдруг ты его потеряла, то просто осмотреть. Вдруг ты увидишь рядом музыкальный магазин, он точно там. Ходит, смотрит, это ж его любимое. Короче, я припарковалась немного дальше от ресторана, потому что мы изначально поехали не так. Ну, что ж, ничего страшного, это дело привычки. Я научусь и буду знать дорогу в Батуми не только пешком до моего любимого ресторана, но и на машине. Но, скажу честно, проблем нет. То есть я просто повернула направо раньше, чем надо было на самом деле. Вот, поэтому нам придётся немножко пройти, но я его уже вижу, поэтому это ничего страшного. на данную минуту припарковалась, конечно. Ещё дальше не могла это сделать? Слушай, ну ничего, лёгкая прогулочка перед приятным обедом. Ну да, ну ничего, в следующий раз будем знать. Я просто думала, что уже пора. Ну что ж, ни один день в Грузии у меня не проходит без хачапури. Привет, друзья. Ну что ж, ни один день в Грузии у меня не проходит без хачапури. Ты украл мою идею. Кстати, в Грузии, ну вообще, как бы принято хачапури есть руками, но я не очень люблю есть руками, в принципе. Раньше любила, мне стало больше нравиться есть вилкой и ножом. Обожаю есть всё вилкой и ножом. Тем более, что не всегда я могу уловить одной рукой сыр на хлебушек. Поэтому я помогаю себе ножичку. Правильно, помогаю. Помогаю и получается так вот я хлебушек полностью сырочком делаю. Божественно вкусно. Это очень вкусно. В Москве нет ни одного ресторана грузинского, в котором хачапури могли бы сравниться с тем, что реально в Грузии делают. Потому что это так вкусно здесь, а в Москве это просто какое-то жалкое подобие. Сколько я не ходила в рестораны грузинские в Москве в поисках идеальных хачапурий, их там нет, не существует. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот мы и приехали в Кабулетти, к дедушке домой, сейчас его заберем и вместе поедем в горы. Чё отвернулось? Сейчас покажу вам наш двор в Кабулетти. Красота! Тут вот такой фонтанчик стоит, беседка новая. Кто видел старые влоги из Грузии, тут была другая беседка, бамбуковая такая. Теперь здесь вот такая. Ужас, да, дедуль? В коротких штанах нельзя, в длинных штанах нельзя, в шортах нельзя. Обалдеть! Мы очень долго, ну не очень долго, мы поднимались наверх в горы, потому что здесь какой-то монастырь. В храм написано монастырь, вид тут просто зашелись, ребята. Это куда? На голову? Сказали, я должна надеть платок на голову и на плечи. Слава вот в таких одеяниях. Вау! Короче, похоже, что надвигается буря, потому что ветер сильный поднялся и вдали видно, что идет дождик. И тучи очень быстро летят. Сейчас зайду внутрь храма, там нельзя снимать, поэтому показать не смогу. Все, в общем, я была внутри. Такое приятное, легкое у меня состояние души. Ну что ж, мы спустились в горы, дорогу я вам не показывала, потому что мне неудобно держать камеру в руках и снимать. Это практически нереально. И спускаться по серпантину, сами представьте, вот такие дороги, ужас. Ну, короче, спустились, все нормально, дождик капает немножко, но ничего. Мы приехали в ресторан, в котором когда-то дедушка отмечал свой день рождения. Тут есть отдельные такие домики, в которых стол большой стоит и всякое такое. Вот, кто меня давно смотрит, наверняка видели. Тут вот такой вот есть водопадик искусственный. Очень здесь красиво, кстати, погулять. Прикольно, так могу сказать. Вот, решили заехать покушать шашлычков, а потом отвезем дедушку в Кабулете и вернемся со Славой в Батуми. Потому что мы живем в Батуми. Мне очень нравится эта шляпка. Мне ее подарили в отеле в Париже. Кто смотрел мой влог, буквально предыдущий, то вы в курсе. Прикольная шляпка, я ее взяла. Аккуратно так к ней отношусь, и она мне так нравится. Да, грузинский салат. Смотри, вкусно. Вкусно, да? А листья чего? Это баклажан? Сарфель, мужичка и капучник. Дюль, пробуй. Ой, нет. Да, конечно. Прикольно, но не мое. Не твое? Ну, не на мой вкус. Островато я не очень у него. Тебе налить сок или будешь газировку? Я буду газировкой, чтобы потом у меня животики болели. Тебе же не пять. Мне пять. Шашлын-дос, шашлын-дос. Мы обвезли дедушку в кабулете после ресторана. Сейчас мы уже в Батуми, мы поедем в торговый центр. Метро-сити, пони. Припарковались вон там, главное не забыть. Смотри, можно мороженку взять. Ни разу не была в этом ТЦ. Очень интересно, что здесь. Никакая одежда мне не нужна. Я бы что-нибудь клевое для дома прикупила. Мы пришли домой. Я бы конкретно замучилась сегодня весь день. У меня все в руках, все на мне висит. Вот так вот не могу ничего сделать. Миллион сумок, фотоаппараты, шапки, шляпы. Поэтому я не сняла вам ничего в торговом центре. Но сейчас я вам покажу то, что мы купили. Взяли две подушки, которые, по-моему, очень хорошо подходят под цвет дивана. Такие декоративные, прикольненькие. Подушки это кайф. Люблю подушки, потому что они создают дома уют. И здесь как раз не хватало подушек, я считаю. Вот такие подушки. Ну, мало, конечно, но ничего. Зато будут подушки. Вот наш ковер, который был в химчистке. Сейчас мы его постелим сюда. Зеркальные такие, серебряные. Прикольно. Ой, опять ветер поднялся. Взяли вот такой мусорный контейнер. Потому что у нас под раковиной здесь какое-то огромное синее ведро. И я подумала о том, что здесь нет ведра. Тут есть одно ведро, которое используется для мусора. Поэтому я решила, что заберу то ведро для того, чтобы мыть полы. А это будет мусорным ведром. Вот. Еще взяли две чашки. Большие. Потому что маленькие чашки меня бесят. Иногда прикольно. Но я люблю, когда есть большие чашки. Вот такая. Здоровенная. Сюда можно и чай налить, долго пить. И кофе, колу, все дела. В общем, кайф. И еще взяли много вешалок. Потому что здесь их недостаточно. Для одежды, которую обычно я привожу. Я люблю, чтобы было много вешалок. И пакеты для мусора. На самом деле не сильно много чего взяли. Но для первого похода в магазин, чтобы добавить немножко дома уюта, мне нравится. Я люблю такое. Она скоро ждет Евровидение. Поэтому сейчас я быстро здесь протру волк. Чтобы постелить ковер. Чтобы снова было чисто. Потому что в Грузии принято ходить в обуви. И поэтому мы тоже ходим в обуви. Так выглядит комната, в которой мы спим. Наше новое постельное белье. Купили новое одеяло большое. Двуспальные подушки мягкие взяли. Так что вообще классно теперь. Тут вот у нас так вещи лежат. Сейчас я вот повесила. То, что мы с собой взяли. Закрываем. Хотели сегодня вот сюда купить тумбочку какую-нибудь такую маленькую. Знаете, как стол такой маленький. Но что-то как-то все там было поломанное. В итоге не стали брать. Это, кстати, штука воск. Которым слава волосы поднимает. Очень клевая тема для парней. Вдруг парням пригодится. Классная штука. Короче, сейчас мы спустимся вниз. У нас прям рядом с домом есть кафешка. В которой можно заказать вафли. Какие-нибудь с нутеллой. Очень вкусный десерт. Мы любим вафли. Мы там, по-моему, вчера или позавчера кушали. Я стейк ела. Слава какое-то блюдо интересное ела. Сейчас спустимся. Хочу выпить бокальчик вина. Потому что через пару часов, даже меньше, начнется Евровидение. И хочу скушать вафли. Но не уверена, что буду их есть в итоге. Потому что я такая. Уже я выпила бокальчик вина. Потому что буквально через 40 минут Евровидение я так к нему готовлюсь. Хак, а мне, честно говоря, так все равно на него. Заказали себе вафли. Там сверху было мороженое, куча фруктов. Я заказывала чисто вафли с нутеллой. Но мне принесли кучу всего. Я такое не люблю. Потому что, когда я заказываю блюда, например, вафли с нутеллой, я жду вафли с нутеллой. А не вафли с нутеллой. С кучей фруктов. Сверху с мороженым. С такими-то орехами. Это все выглядит, конечно, красиво, вкусно. Я даже съела эти брусы. Но я такой человек принципиальный, что я осталась немножко недовольна. Сидим дома, смотрим Евровидение. Тут Мадонна поет. Спасибо так. Чего она не может себе фототюн поставить на концерт? У нас же Мадонна. Стоит 40 тысяч рублей. Она автотюн не поставила на себя, 50 человек поставила туда, чтобы они... Хоры, хоры, хоры. Хорм, бэк подпывали ей. Петра, смотри, как она спускает. Слышно, ким мы с тобой знали вообще. Честно, вообще не очень. Ничего. Все так ждали Мадонну. Да, все так ждали Мадонну. Ну что ж, закончилось Евровидение. Мы все, конечно, надели, что Россия победит. Но что поделать, третье место тоже неплохо. Победили Нидерланды. В принципе, я рада за них, потому что песня хорошая, душевная. И действительно неплохая, прикольная. Поэтому молодцы, ребята. Но мы ложимся спать, потому что уже 3 часа ночи. Это по-грузински. По-московскому 2 часа ночи. Но все равно поздно, потому что мы живем здесь по-грузинскому времени. И вставать нам рано, потому что мы едем в ботанический сад. Вот. Ну а я с вами прощаюсь. Спокойной ночи. Всем привет! У нас новый день. И я решила вам не записывать, как я просыпаюсь. Не накрашенная, как мы кушаем. Потому что мы кушаем, как обычно. У меня в Инстаграме задают вопрос. Клево ли в Грузии в плане отдыха? Дешево, недешево? Очень хорошо на самом деле. Еда дешевая, жилье дешевое. Самому можно доехать куда захочешь. Просто интернет. Главное, чтобы был на телефоне. Симку покупаешь, денежку уложишь. Две входы в парк. Здрасте, два, пожалуйста. 15 на 1. Давно хотела сюда приехать, потому что была в последний раз, я не знаю, сколько лет назад, но это еще когда я первые влоги с Грузии снимала, вот тогда. Подниматься нам, конечно, придется много и высоко, но там наверху такие красоты, такие штуки растут клевые. Для этого места я хотела надеть платье с цветочками, но потом подумала, если я буду фотографироваться с цветочками, и платье у меня будет с цветочками, это будет не очень. Ой, сейчас выйдем в какую-то красоту, я уверена. Раз, два, три, закрываю глазки. Да, мы здесь были с Кариной, тут было очень красиво, и сейчас красиво. Все в цветочках. Прям ваймей какой-то. Сейчас миллион фоток здесь сделаю, понял? Ой, не могу, ребята. Смотрите, ребята, тут рыбки плавают. Схаваю одну сейчас. Не могу сказать, что здесь много народу. Вот это я понимаю, ведь он... Круто. Нет, сюда точно есть смысл прийти хотя бы один раз, потому что красиво, природа очень много, классно. Ну что ж, мы сделали много фотографий, надеюсь, что они удовлетворят меня. Вот, смотрите, ребята, подошли, а здесь нет забора, можно упасть! Боже мой, я падаю, спасите, помогите! Только что пофотографировались на этом виде, совершенно, совершенном. Еще такие деревья стоят в ряд, цветочки. Красотыща! Уже ушли из ботанического сада, приехали в ресторан, как обычно. Вы, наверное, сидите и думаете, боже мой, весь твой влог заключается в том, что вы кушаете, куда-то едете и кушаете. Ну, ребята, что я могу поделать? Тут так хорошо кушается просто. Приезжайте в Грузию, приезжайте к нам. Очень вкусно. Заказали шашлык с виной. Здесь просто он восхитительно вкусненький. Сейчас у меня перекидываются фотографии с фотоаппарата на телефон, и их просто дофига. Хотела сказать миллион, но нет. 1168 фотографий мы сделали в ботаническом саду. Кстати, вход в ботанический сад с одного человека 15 лари. Это со взрослого, с ребенка до 15 или до 16 лет, по-моему, вообще один лари, если выживаюсь, ну, короче, мало. Она говорит, дай меня свинины. Дала ей месяца пожевать. В общем, она меня своей лапой долбанула. Вообще, скажу честно, я боюсь бездомных животных. Я не знаю, насколько она не бездомная, но... Она точно кошка и очень симпатичная. Сегодня мы никуда не поехали, ни на какие там, типа, ботанические сады, всякое такое, потому что сегодня по телевизору, в прямом эфире, в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым будут меня показывать. Кто в курсе, я недавно ходила туда, ездила, была там в качестве эксперта и даже что-то говорила. Я надеюсь, что это все вставят, но сегодня мы это узнаем. А сейчас мы гуляем по бульвару. Пешочком дойдем до дома. Погода сегодня не самая жаркая, что у меня даже кофта с собой. Я в штанах. Вот, с одной стороны, я расстроена, потому что я вообще планировала выйти в юбки, но с другой стороны, не потею. Провела трансляцию, пока сидели. Поиграем? Ну, давай. Какая-то девочка тебе в комментарии написала, почему когда-нибудь я дождусь, что вы выставите фотографию, где вы целуетесь. Нет? У нас такая политика. Мы и так вам рассказали, что мы вместе. Хватит с вас. Ну что, надеюсь, вы готовы увидеть супер-битву? Я обманул. Поехали. Приехали к дедушке в Кабулете, смотрим прямой эфир со мной. Но мы немножко опоздали и пропустили меня. Но скоро меня еще должны показать. Ну что ж, ребята, сегодня мы едем в Кутаиси на каньон. И это просто будет нереально круто. А все потому, что я уже приехала, но хочу, чтобы вы посмотрели дорогу и виды. 160 километров пройдены успешно. Два с половиной часа мы ехали, но все это время дорога была просто восхитительной. Очень красивые виды. И когда поедем обратно, надеюсь, что будет не темно. Круто. Тут 700 ступенек. Ну как тебе дорога сюда, дедуль? Ужасно. Ага. Все старого что-то не сделали, конечно. Да. Горого ужасно. Пешочек. Ну это он не должен сам сделать. Точно, точно. Вот мы уже спустились. Но спускаться, конечно, легче. Ничего не скажешь. Надеюсь, на той стороне есть лифт. Ты знаешь, что на той стороне лифта нет. Ехали мы сюда два с половиной часа. Я жду, когда мы уже выйдем и увидим этот обрыв. Я уже слышу водопад. Вы задавали мне вопросы, и кто-то мне в вопросы написал, Юля, а ты была на этом каньоне? Я поняла, что нет. Я прогуглил в интернете, и мне захотелось сюда поехать. Поэтому, благодаря вам, мы тут будем смотреть. Я уже устала, а мы просто спускаемся. О, ура! Там будет прямая дорога скоро. Я уже иду к тебе. Блин, это так живой выглядит стрёмно на самом деле. Типа гора вот эта, да, очень далеко от меня. На ней деревья. И там просто бездна из деревьев. Why me? Вот сюда прямо хочется телефон уронить. Блин, у меня ноги трясутся, хотя мне не страшно. О, боже, это так страшно. Специально сделали такой пол? Да, специально они сделали такой пол. Главное, чтобы мои штаны не зацепились. Я не полетела к пубырём. О, боже! О, господи! У меня ноги трясутся, хотя мне не сну. Я стою, мне не страшно. Я чувствую землю под ногами. Я знаю, что всё будет в порядке. Это очень страшно и очень круто. Адреналин в нашей крови. Главное просто не смотреть вниз и идти вперёд. Быстро идём вперёд. Почему я доверяю этой конструкции? Ответьте мне, почему я ей так доверяю? Вау! Круто, конечно. Я рада, что мы сюда приехали. Вот кому страшно, так это мне. У меня эти штаны спутываются и застревают в этих штуках. Я могу просто поскальнуться и вот это... Ну подумаешь, все перилы шатаются. Да не, нормально всё будет. Посмотри, заржавели. Иди! Сейчас толкать тебя буду. О, посмотри вниз. Просто остановись и посмотри вниз. Нет ничего лучше человека, который боится высоты, с которым вы находитесь на очень высоком месте. Ребята. Большинство боится высоты, потому что это одна из самых главных фобий. Так как чувство самосохранения работает у всех. Ты такой знаток. Вот я, например, не боюсь высоты в данный момент, хотя нога моя трясётся. Просто мой внутренний организм говорит, блин, тут очень страшно, уходи отсюда. Я говорю, нет, посмотри, красиво, зачем уходить отсюда? Сейчас мы пойдём вот на ту точку. Вы её, наверное, не видите, хотя наверняка видите, если смотрите с компа и экран большой. Короче, там все собираются, там такая смотровая. Главное, мы прошли, не знаю, метров 300, наверное. Но прикольно. Кстати, мы сегодня нормально не кушали, что удивительно. Так как мы сегодня очень торопились, потому что сегодня одеяло было таким мягким, никогда не таким мягким и уютным не было. Короче, проспали. Нормально не сходили покушать, дома покушали несколько с молоком. Это было неплохо, но я не наелась. И сейчас мне хочется какую-нибудь лошадь есть. Ну, или козу. Странно, что мне уши заложило. Я думаю, что это не из-за того, что мы высоко находимся, от того, что запарилась я. Куда-то мы забрели. Придется плутать по джунглям. Мы все идем и идем, и никак не дойдем, потому что мы останавливаемся, фотографируемся. Хотя тут все одно и то же просто вот это вот, блин, оранжевая ступенчатая длинная дорога. Есть две дороги. Одна, которая ведет наверх, она на выход ведет. И вот это смотровая, к которой мы и пришли. И сейчас будем здесь делать классные фоточки. Кстати, заходите в мой инстаграм, обязательно посмотрите, какие классные фотки мы сделали, потому что такое нельзя пропустить. Вааай! Это шикарно. Надо было сразу сюда идти. Зачем мы тут обходили? Боишься? Просто стараюсь не смотреть вниз. А какой смысл ты сюда приехал? Вниз смотри. Внизу самый кайф. Короче, не будем время терять, надо пофоткаться. Блин, так пить хочу или там покупаться. Столько желаний. Прям плохо уже. Конечно, спускаться было офигенно. Ну что ж, мы идем уже, я не знаю, какой день. Но встретили корову. Ну как вам, наши камеры? Отлично! Супер! Мы так рады, что мы вас встретили. Мы очень сильно устали ходить по каньону. Вспотели, жарко, пить хотелось. Но потом мы посидели в машине, отдохнули. Не в той машине, по которой нас везли от каньона до парковки, где наша машина стояла, если вы не поняли, что это было. А в нашей машине. А сейчас мы приехали к какому-то другому местечку. Здесь водопад, к которому мы сейчас спускаемся. А еще здесь есть кафешка, в которой мы наконец-таки покушаем, потому что жрать охота. Вот куда мы идем. Солнышко струится, водопад сочится. Вау! Такое умиротворение. Я помню, как-то у себя в инстаграме спрашивала, что вы больше любите, горы или море? Возможно, это вещи, которые не нужно сравнивать, и они несравнимы. Но, например, я больше люблю горы. Море я не очень люблю. Мне не нравится купаться там, где кто-то еще может плавать, типа всяких рыбок страшных или еще кого-то. А вот горы, горы меня вдохновляют, горы меня умиротворяют. Сил моих больше нет на красоту эту глазеть.